Всем привет народ! И мы продолжаем строительство своего небольшого домика в стиле Барнхаус. Здесь у нас закопан куб, то есть кубовая емкость, которая у нас работала несколько месяцев вместо септика. Туда, значит, заполнялись наши отходы, заполнялись, и потом мы их откачивали при помощи насоса. Теперь мы решили сделать нормальное очистительное как бы сооружение. Выкопали вот такую вот яму, в которой будем делать септик. Ну, только самодельный, своими руками. Так. Сюда. Сюда. Значит, этот надо немножко притопить. Так. Эту сторону надо поднимать. И довольно много. Сейчас я измерю здесь расстояние между кирпичами, поправлю, чтобы у нас был прямоугольный, как бы такой равномерный прямоугольник, равнобедренный прямоугольник. Так вот, равносторонний. И уже после того, как я все это сделаю, уже будем докладывать весь нижний ряд. Ну что, вот так у меня получилось. Вот больше верх пока поднимать не буду, пускай немножко под застынет нижний ряд типа фундамента. И вот тогда уже начну дальше возводить вот эти емкости. Получилось более-менее ровно. Так, чуть-чуть там где-то промахнулся на пару сантиметров. Это не беда. Под землей все равно никто ничего не увидит. Так, чуть-чуть там где-то. Здесь у меня будет заход для воды. Через эти вот отверстия будет переливаться в тот резервуар. А вот там отверстие это будет уже выходить по дренажным трубам по нашему участку. Дренажные трубы будут с отверстиями, то есть они будут перфорированы. Вот и вода, которая будет лишней у нас подниматься выше уровня, она будет уходить по трубе и впитываться в песок, ну в грунт. После того, как мы сегодня сделали этот бункер, Алан начал копать траншеи. Вот он выкопал уже за 10 минут, уже 10 метров. Ильян ему помогает, то есть Аллан откапывает, а Ильян закапывает. Альбик тоже помогает. Он внимательно смотрит и проверяет глубину выкопанной траншеи. Достаточно ли глубина, какой здесь грунт у нас, будет ли он впитывать воду. Вот, Илья, 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 так же нельзя делать. Альбик все равно. Только что я влил целое вот это ведро в трубу со стороны бункера, и вода не дошла даже до конца. Она вытекла через отверстие в трубе. То есть это специальная дренажная труба, перфорированная, у которой много-много-много отверстий. И вот, вот таких вот, видите, прорезей. И вот через эти отверстия водичка и будет впитываться в грунт. Буду завтра делать опалубку, чтобы забетонировать вверх. Крышку я не хочу делать просто деревянную, потому что она будет гнить каждый год, ее придется переделывать. Бетонная надежнее, но и заодно стены будут соединяться, когда в бетоне, да, они будут меньше испытывать нагрузку, если будет грунт давить. То есть, как бы, будет надежнее конструкция. Чтобы себя сильно не нагружать, решил разделить пополам, ну, заливать крышку пополам. То есть, сверху будет бетонная плита, армированная. Такого диаметра будет люк, через который можно будет проводить ревизию данного резервуара. Ну, как вы видите, так все сделал наскорую руку, я здесь особо не старался. Есть даже щели. Ну, и эти щели я просто погуще раствор сделаю сначала, то есть, на бетон, потом уже залью пожиже. То есть, это выгребная яма. Здесь не нужно что-то прям тонкости какие-то или ровности. Все делалось практически на глаз, чтобы уложиться в несколько дней. Мешаю бетон. Взял цемент 42,5. И мешаю. Вот такая мелкая щебенка у нас осталась. Песок всякими там камнями. Ну, и там песок, который мы выгребли отсюда. То есть, ну, смешиваю все это дело и загружаю. Вот, прочность особо не нужна. Ну, примерно делаю 300-300 бетон. Ну, чтобы на долгие года хватило, чтобы крышка не провалилась. И еще применяю пластификатор для того, чтобы бетон не трескался. Очень классная штука. Вообще рассчитана на теплые полы. Но сколько я не заливал с этой штуковиной, ни бетон не трескается, за ним даже не нужен уход. То есть, вы заливаете ни одной трещинки. Вообще супер. Вот так у меня получилось залить. Часик где-то я, наверное, 3 или 4 бетонной мешалки у меня получилось. Обычным шпателем разровнял, при помощи которого я кладу плитку. И все, в принципе, такой ровности мне хватит. Плюснуло еще остатки сюда цемента, чтобы зафиксировать трубу и заткнуть дыру, из которой она выходит. Сейчас посмотрим, как она там вообще заделалась. Или придется еще пеной там задувать. Вот видите, вот там, где была дырка, ну, где было отверстие, да, там теперь по большей мере бетон. Но все равно не хватает. Надо еще немножко там повибрировать. И вот можно отсюда наблюдать, как вот труба идет вот ровненько и туда вот вниз, да. Здесь она повыше, а туда чем дальше, тем она ниже идет. То есть специально так сделал, чтобы вода уходила туда вниз. Прокладываем трубу и засыпаем щебенкой. То есть получается, что труба в щебенке. Это сделано для того, чтобы отверстие у трубы, труба перфорированная, и у нее очень много отверстий. И чтобы эти отверстия не забивались ни песком, ни землей, я засыпаю щебенкой, чтобы через щебенку вся вода выходила в грунт. На данный момент этот бункер нам обошелся 5 мешков цемента. Мы заплатили где-то около 40 евро. И труба у нас вышла 30 евро. То есть получается 70 евро, пока нам встал этот бункер. Вот кирпич бесплатный. Это у нас с печей, то, что мы разобрали. То есть на 2 куба, то есть на 2 тонны бункер пока что нам обошелся в 70 евро. Если бы мы покупали такой же септик, например, заводской, да, пластмассовый, он бы нам встал под штукой евро. То есть только септик. Как трубы еще не знаю, но вот мы уже экономим. Как бы очень-очень много получается, делая такой вот септик своими руками. Прошло почти двое суток. Сейчас попробую вытащить заглушку. Лезвие. Но внутри еще сыровато. Вот так у меня зацементировалась труба. То есть отсюда еще подзамажу. И будет нормально. Смотри, где были большие щели, чуть-чуть торчит тут бетон. Но это ерунда все. В принципе уже можно разбирать уже никуда. И оно не денется. И переставлять уже на другую сторону. Их заливать. Я думаю, сегодня уже этим и займусь. То есть ничего не произошло. Четыре вот такие вот подпорки. Все в порядке. Выдержали. Да, здесь вес-то вес. Ну что, дубль два. Снял я опалубку. Уже все вытащил изнутри. И ставил. Теперь на соседнюю емкость. Немножко подточил, подпилил. Но все вошло. Теперь сейчас забетонируем с альбиком. И будем ждать два дня. Даже пенопласт, который у меня закрывал то отверстие, более-менее не разрушился, когда я его доставал. И я его снова буду использовать. Наложил сверху кирпичей, чтобы он не всплыл. Сшил такой матрасик небольшой. Вот и подложил под него камушки. Чтобы была защита арматуры. Вот. Ну такая типа защита. я уже как говорил, здесь большой точности не надо. Здесь главное, чтобы был функционал. А прямые углы это не здесь. Все строится на глаз. Ну вот и бетон я заливаю по уровню. Где твой мячик? Где мячик? Вот. Здесь уже получается емкость. Значит, бетон я делаю следующим образом. Одно ведро воды, почти полное ведро цемента, вот этого, 42-го. два ведра песка и три ведра щебня. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА И вот так осталось тут еще ведер 20. Я стараюсь немножко сделать как бы с горочкой, потому что все равно бетон потом осядет, ну и он будет, его будет меньше. Если хотите, чтобы было вровень, как бы с той поверхность, которая у вас уже есть, делайте чуть-чуть повыше. Ну что, сегодня уже третий день. Сейчас залезу внутрь. Посмотрю, что-то внутри еще. Надо убирать опалубку снутри. Ой, пролезь бы теперь сюда. Что-то я сегодня растолстел. Давай. Вот так. Так, видите, подпорка упала. Вот, и теперь можно вот эту штуку снять и наверх. И таким образом разбирается вся опалубка. Вот здесь вот видны эти камушки, которые я подкладывал под решетку. Ну, под арматуру. Типа этот, защита арматуры. Вот. Каждую досочку я делал специально так, чтобы можно было потом это все разобрать и вытащить отсюда, изнутри. И вот последние остались. Две такие большие. Большие. Доски из шкафа. Опа. Тоже их вытаскиваем. Снимается все хорошо, все элементарно. Главное правильно сделать опалубку, чтобы все разбиралось изнутри. Если вы так сделаете, что у вас будет опалубка разбираться наружу, тогда вы ее никогда не разберете после того, как вы уже залили бетон. Ну, и учтите, что у вас должно быть отверстие такого размера, чтобы у вас вся опалубка вышла через это отверстие. Или пришел на помощь, помогай. Что? Что там? Туда хочешь? Ага. Встал? Угу. Все, теперь я вниз тоже спускаюсь. Ну что? Давай наводить здесь порядок, а потом будем уходить отсюда. Даже Альбик пришел посмотреть, что мы тут делаем. Пол заливать я не буду, а пускай будет как бы родной плетняк, ничего с ним не будет. Если он столько миллионов лет простоял тут под землей, я думаю, еще сто лет простоит. Да, Илья? Вот такую кушу, почти целое ведро, я выгреб оттуда. всякое мусоро. Получилась у нас вот такая чистота в одной бочке и во второй. Во второй, правда, уже дождь накапал. Я вчера забыл закрыть этот люк пенопластом и вот за ночь накапала. Если будете ломать старую мебель, не выбрасывайте, особенно если она старая, лакированная. Вот, она очень крепкая. Внутри, как бы, видишь, снаружи листы фанеры, а внутри полноценные как бы деревянные рейки. Эти деревянные рейки очень хорошо держат форму и вот из них можно сделать всякого рода опалубку. То есть, их можно распилить как обычную доску под размер и сделать опалубку. Как бы, имейте в виду, чтобы не тратить потом нормальные доски новые, там, какие-нибудь покупать, да, можно использовать обычные деревянные щиты от старых шкафов. Пока не знаю, из чего буду делать люки. Думаю, или делать их деревянные, или бетонные, но все-таки думаю, наверное, сделать бетонные, потому что бетонные, во-первых, они долговечные, а во-вторых, как бы, что бетонные очень тяжело сдвинуть. И если, например, будет у меня здесь бегать маленький ребенок или там животные, они никак не смогут провалиться туда, в яму. Закидаем это место землей, засеем травой и будет здесь как бы газон сверху. потом я обязательно вам покажу, когда уже все будет готово, как это все выглядит с крышками, с травой, с газоном, с землей. Установил трубу, зацементировал трубу для входа, сделал уклон 3 сантиметра на полтора метра, то есть примерно уклон на метр 2 сантиметра должно быть. Ну, поэтому у меня уровень полтора метровый, я сделал уклон 3 сантиметра. Бетон засохнет и я уже буду ее там засыпать, соединять и засыпать. Вот. У меня не хватает куска примерно 2 метра до моего выхода из дома, но придется докупить и поставить, соединить и потом все это дело засыпать щебенкой и сверху присыпать землей. Осталось мне сделать, осталось мне замазать вот там вокруг трубы то, что не растеклось, замазать каким-нибудь раствором. Сейчас я его наведу, набодяжу и замажу. И на этом, наверное, уже наши очистные сооружения будут готовы. Единственное, что останется, это сверху сделать какую-нибудь гидроизоляцию и засыпать сверху землей. Только что мы салоном откачали и вытащили кубовую емкость, которая у нас была вместо септика. Еле ее вытащили. Вытаскивали ее, короче, засосало туда, в глину. И мы ее смогли только вытащить без поддона. Короче, поддон оторвался, мы его там и похороним. Не будем его вытаскивать, пускай он там живет. Сейчас кидаем сюда все камни, все, что у нас есть, сюда покидаем и уже потом сверху тромбаную, засыплю уже землей, чтобы все здесь будет красиво, культурно. кубовую емкость вот с осени у нас стояла вместо септика, ее засосало примерно почти на полметра туда, в грунт или в глину. Поэтому и под ней собиралась вода и поэтому мы решили все это дело теперь закидать, засыпать, чтобы воды там не было, чтобы вода все была в грунте, а не вот так, как видите, вот там под поддоном сейчас в жидком виде. Форму для заливки крышек мы сделали из старой вагонки, обрезали края, сделали высоту 9 сантиметров и скрутили шурупами. Вставили туда арматуру, кусок арматуры, внутри загнули в разные стороны, вот под углом 90 градусов и то, что торчит сверху, это типа ручки будет. Что, народ, засыпали мы яму, вот так у нас получилось. Вот, сначала засыпали всякими камнями, как я и говорил уже там камнями, глиной, ну а сверху уже засыпали песком и землей. По ходу действия выкопали два вот таких замечательных корня, их надо отсюда убрать, надо убрать эти трубы старые, то есть куда-нибудь в сторонку, может когда-нибудь пригодятся. И вот так у нас теперь получается отсюда идет труба, здесь она уже засыпана, надо здесь подсыпать. Так получается у нас наш септик с двумя бетонными крышками, вот, и септик уже работает неделю, все в порядке, вот, и у нас из септика идет труба, вот здесь, значит, выкапывали грунт до песка, потом клали, потом немножко засыпали щебнем, потом клали трубу, вот, и сверху опять засыпали щебнем, и сверху ложили камень, чтобы из трубы лучше вода выходила, чтобы дырочки не засорялись, то есть труба перфорирована, и труба у нас идет до конца нашего участка, вот до сюда, вот не знаю, если вода будет сюда все-таки эваливаться, мы тогда продлим трубу, и сделаем еще вдоль забора, чтобы вся вода не выходила в одном месте, а чтобы она рассасывалась по разным местам. Такой у нас получился септик, если есть какие-то замечания, пишите в комментариях, вот я делал на свое усмотрение, как бы там немножко подглядывал в интернете, как что строить, но я не специалист по септикам, думаю, что этот септик работать будет нормально. Все, на этом я заканчиваю данное видео, если вам понравилось, ставьте пальчики вверх, если вы еще не подписаны, подписывайтесь на канал, у меня сегодня все, увидимся в следующих видео, пока-пока. А в следующем видео я покажу, как мы с Олей делали этот вот самый солнечный коллектор. Дальба, ты тоже пришел, да, скажи всем привет, передай всем привет. Все, кто смотрит наше путешествие, знают, альбанцы, албанцы знают, какой он был маленький такой, пушистый комочек, и вот он вырос вот с такого большого, приличного пса, который охраняет всю нашу территорию от незваных кошек. Кошки это злейшие враги, но он их, правда, с ними ничего не делает, и от одного кота соседского он постоянно получает, от него бегает, то все равно он охраняет территорию. Вот он бежит за кошкой, пока она убегает, но если кошка разворачивается, он начинает убегать от нее. Дальба. Скажи, они такие страшные, страшные. КОНЕЦ